МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Татьяна Олеговна Улисова, методист отдела туризма и краеведения Владивостокского городского дворца детского творчества. И Ульяна Игоревна Сердюк, педагог дополнительного образования Малой академии морской биологии. Здравствуйте. Галина Михайловна, у меня первый вопрос к вам, конечно же, про конкурс. Расскажите, насколько сложно было победить, сколько было претендентов? Медиафестиваль для школьников, это было открытое мероприятие, которое проводилось в Москве на базе школы номер 2000. Он был посвящен Году экологии. И очень много было номинаций. Это были и игровое кино, документальное кино, в том числе и анимационные фильмы. В анимационных фильмах, я не могу точно сказать, сколько было участников, но, наверное, это было порядка 20 фильмов. Со всей страны, правильно? Да, со всей страны. Участников в этом фестивале было, наверное, из 8 или 9 городов. Но, тем не менее, это достаточно высокая конкуренция. И наши мультфильмы, поскольку наша студия, она делает мультфильмы, посвященные экологической тематике. И они были отмечены жюри и заняли первое место, два вторых, три вторых и два третьих места наряду с одним фильмом, сделанным школьниками города Москвы. И подводились итоги этого фестиваля 25 апреля на онлайн-мероприятии. Это был телемост, который был организован Республикой Крым. И он проводился в половине четвертого по московскому времени. Все ждали, я думаю, никто не спал. У нас это было половина одиннадцатого вечера. И я не была уверена, что родители позволят детям в такой поздний час приехать, чтобы участвовать в телемосте. Но организаторы очень хотели нас видеть, поскольку мы далеко и им всегда приятно, когда в таких мероприятиях участвуют представители Дальнего Востока, тем более занявшие призовые места. Но родители оказались сознательными, дети тоже. И две девочки Оля Фарахова и Софья Опина приехали ко мне домой, поскольку мы выходили на телемост моего домашнего компьютера. И мы приняли участие в этом телемосте. Ребята рассказали, девочки, вернее, рассказали о том, как они создавали свои фильмы, какие идеи они закладывали в эти фильмы. А фильмы были действительно актуальны. Первое место занял фильм, который поднимает вопросы вообще решения экологических проблем человечеством, жителями Земли в глобальном масштабе. Кратко суть фильма. Жители, приведя планету в неугодное состояние, улетели, осваивая другие планеты. А какие-то маленькие мушки, они все восстановили. И люди, увидев, что все было восстановлено на планете, вернулись, но уже начали разумно относиться к использованию всех природных ресурсов. И на этой планете все стало в порядке. На самом деле посыл хороший, то есть все зависит от каждого из нас. Если я буду усердно работать, значит не обязательно уезжать в другой город, ну если уж в случае про планету мы говорим. То есть не обязательно покидать свое родное место, достаточно просто взять мусорный пакет и пойти убраться. Да, вот об этом и был фильм. Второй фильм, который занял второе место, одно из вторых мест, это «Маленькие костеры. Большая беда». То есть у нас в Кремовском крае очень актуальна тема лесных пожаров. И в то же время тема охраны редких краснокнижных животных. И вот как раз «Маленький костер, оставленный людьми», он вызвал пожар, который лишил дома маленького леопарда. И Софья настолько образно показала переживания этого леопарда, в картинках столько детально всего нарисовала, и кончается фильм «Из глаза леопарда вытекает слеза». То есть очень такой эмоциональный фильм. Татьяна Олеговна, вопрос к вам. Кто эти дети? Я так понимаю, они занимаются во Дворце детского творчества. Сколько им лет и как к вам можно попасть? Ну, это детки, которые записались и ходят, вот в частности в объединение Галине Михайловне, и в разные другие объединения можно к нам ходить. То есть у вас отдел экологии? У нас отдел туризма и краеведения, есть сектор экологии. Вот сейчас здесь присутствуют представители этого сектора. Вот. Детки у нас школьники от первого класса до последнего. То есть 8-17 лет. Ульяна Игоревна, а ваше участие в этом проекте? У нас больше малоакадемия, она больше занимается, конечно, научными проектами, да, или продвижением различных, ну, вот, проектной деятельности школьников, которая касается экологии в том числе, потому что мы готовим нацеленно уже школьников к работе либо в университетах, либо в научных учреждениях. То есть мы готовим их к поступлению. То есть это старшеклассники? Мы работаем сейчас с 4 по 11 класс. Чаще всего, конечно, к нам приходят ребята с 7 по 11. Это, то есть те, кто уже заинтересован в участии в конкретных научных мероприятиях, либо в волонтерской деятельности, касающейся экологии, в написании научных работ. Мы готовим к Олимпиадам. Вот, и наши ребята занимают места в городе и в крае в этом году. Достаточно много мест заняли именно мамбовцы. Вот, то есть событийные какие-то вещи. То есть сейчас мы, например, готовим, подготавливаем документы на большой проект по пока что Дворцу детского творчества. Так как год экологии, мы говорим о том, что очень много мусора, и мы говорим о раздельном сборе отходов. Вот у нас есть идея создать большой эксперимент в рамках очень немаленького такого объединения школьников и взрослых и попытаться понять, какое количество отходов производится в пределах Дворца, как можно их сократить и как на этом можно действительно, ну хотя бы сэкономить. Как утилизировать. Да, как это все правильно утилизировать, что с этим делать дальше. То есть сейчас у нас есть экологическая группа, она занимается по понедельникам. Я там на вспомогательных ролях. У меня есть коллега из Академии наук, которая ее ведет. Уже в течение четырех месяцев мы этим занимаемся. А вот для этого проекта вы приглашаете каких-то других специалистов, может быть, из городской или краевой администрации? Какое-то взаимодействие с властью происходит для того, чтобы решить проблему? Либо вы собственными усилиями пытаетесь? У администрации города есть собственная программа по обращению с отходами. Наши ребята отдельно от своих школ участвуют. В частности, в эту субботу, опять же, будут эко-игры городские. У нас часть ребят не сможет прийти на наше мероприятие, потому что участвуют в другом городском мероприятии. А год экологии. Год экологии, да. Он очень напряженный. Но так как идея пока нашей эко-группы и наших девочек, да, они пока разрабатывают только проектную деятельность, понимать нужно вообще, зависит же от учреждения, от места, где мы живем или работаем, какое количество каких отходов должно быть. Вот мы пока ждем, что у нас будет много бумаги и пластика. Как на самом деле получится? Нет. В мае будет таким пилотным месяцем, когда мы хотим предложить CDT каждому кружку, каждой группе, что вот вам 4 ящика, вот это сюда, вот это вот сюда, вот это вот сюда. И посмотрим, сколько накопится, что с этим можно сделать, куда можно сдать, а потом уже предлагать какие-то решения. То есть у нас май тестовый, а если это даст какой-то эффект, мы хотим осенью запуститься уже на более длительный срок. Татьяна Олеговна, а вообще какие темы, какие проблемы экологии вы поднимаете? Ну кроме вот допустим раздельного сбора мусора, может быть еще о чем-то вы говорите? На самом деле проблемы экологии надо начинать с воспитания сознания у общественности. Ну и в частности вот у деток, если они это научатся на этом проекте, то они там где-то в семье это тоже начнут практиковать. Потом во взрослой жизни им не захочется кинуть бумажку или пластиковую бутылку из окна автомобиля, в котором они едут. Ну а как-то вот чтобы образовательное пространство выстраивалось для деток, которые ходят к нам во дворец детского творчества, мы запустили такой проект реконструкции нашего сквера вокруг дворца в эколого-биологическую такую тропу, где детки могут, во-первых, они сейчас на этапе как бы вот этой реконструкции и организации этой тропы принимают активное участие. Сами чистили, сами помогали высаживать какие-то растения. Ну вот мы первый этап провели это первоцветы, организовали такую зону для первоцветов, еще подразумевается, что будет лекарственное растение, подразумевается, что будут беседки, отмаркированные растения, которые уже есть в этом нашем сквере. То есть это еще и образовательное сквер будет? Образовательное пространство, да. Даже художники могут выйти в наш сквер или там поэты, у нас есть литературное краеведение, то есть могут тоже там проводить какие-то занятия, если мы все это доведем до ума. Ну вот по поводу довести до ума, конечно, мы его доведем до ума, у нас даже предполагается, что у некоторых растений будет своя история, где выкопан этот кустик первоцвета, откуда его, где-то стройка, ведется строительство, и все счищается, весь ландшафт. Мы туда приедем, выкопаем, допустим, кустик, ну и все их называют лилии, красотнив Медендорфа. Вот такие оранжевые, красивые. Вот мы его посадим туда, кустик, или выкопаем кустик рододендрона, и будет табличка, что учащиеся, допустим, клуба «Следопыт» или экскурсоводов, или студии «Ручеек» выкопали это растение там-то и посажено оно здесь тогда-то. Я думаю, они будут гордиться таким образом. Конечно, и у других жителей города, я думаю, что будет сформироваться понимание бережного отношения к тому, что нас окружает. То есть я думаю, что под такой вот кустик собачку не отправят гулять. Относительно собачек. Да. Ну вот, а у Лена Игоревна, я знаю, гулять. Есть призыв у нас. Опасения по этому поводу, что все-таки сквер вытопчет? Потому что вот только в прошлую субботу не успели там все убрать. Там еще даже у нас мужчина с бензопилой ходил, все подпиливал. А собачники уже вот на свежевычищенном всем собаку гуляли. Это было неприятно, потому что убирались дети, убирались в педагогию, все высаживалось. То есть это дополнительная рекреационная нагрузка, которая на самом деле скверу не нужна. И это нагрузка биологическая в прямом смысле, которая тоже как бы ничем хорошим может не закончиться. Поэтому, конечно, мы опасаемся очень сильно. Но планируется поставить специальные щиты, где написано «собакам выгул запрещен». И будем надеяться, что это возымет свое действие. Ну да, может быть, это их остановит. Я предлагаю прерваться на короткую рекламу, мы продолжим. Не переключайтесь. А мы продолжаем наш разговор, тема «Год экологии». Ульяна Игоревна, мы говорили про конкурс в Москве, который проходил, где наши ребята с фильмами заняли первые, вторые, третьи места. Я знаю, что еще в одном конкурсе отличились жители Владивостока. Можете о нем рассказать подробнее? Мы с девочками вернулись, вот, 16-го числа. Как он называется? Это «Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ школьников имени Вернацкого». Это довольно крупное мероприятие, то есть он происходит несколько этапов. В первом этапе было зарегистрировано больше 2000 участников, 2200 с чем-то там. Это статьи научной работы именно? Да, это именно научно-исследовательские работы, то есть не проектная деятельность, не бизнес-планы, еще что-то, а именно конкурс, ориентированный на интерес к науке, на интерес к методам освоения научной деятельности и получения каких-то результатов на фундаментальную науку и прочие вещи, на мониторинговые исследования. Вот у нас было исследование Ксюши Пьянкова, она ученица 11 класса, выпускается в этом году уже, по сравнению характеристик прибрежных сообществ, то есть литеральные сообщества, литеральные ванны, двух мест, вот где у нас был доступ открытый. В прошлом году Малая Академия разрабатывала с японцами, моя коллега разрабатывала методику очень легкой съемки, которую можно объяснить любому, школьнику, даже дошкольнику, и что он, поняв эту методику, может понять, что вот в каком состоянии система, какое биоразнообразие и прочее. В этом году мы эту методику переложили вот на два места, это Залив Восток, где наши подопечные проходят летнюю практику, и Бухта Киевка, это где второе мое место работы, Телевосточный федеральный университет, и там я со своими студентами отбираю материалы, и вот туда приехала наша подопечная, она вместе с ними все это отобрала, и мы сравнили просто биоразнообразие, примерно состояние экосистем, нагрузку рекреационную, вот такие вещи мы представили на конкурс. Ну, наша работа взяла, так как это стендовый доклад, мы собрали всякие интересные номинации как раз, то есть лучший стендовый доклад, лучшая представленная коллекция, вот, и чудесная нам досталась номинация за безраздельное пользование человеческим ресурсом. А вот интересно, те школьники, которые посещают вашу секцию, увлекаются темой экологии, все ли потом из них становятся студентами профильного вуза? Мамбовцы очень многие, но у нас есть, дело в том, что для тех, кто собирается поступать в вуз конкретно, у нас есть три обязательных кода обучения, по результатам которых они сдают экзамен, у нас есть комиссия из очень именитых людей, то есть это и заведующие лаборатории, это и профессора, и доктора наук, которые принимают у них экзамен. По соглашению с Федеральным университетом, по соглашению с Академией наук, которая является последующим предполагаемым работодателем, наши выпускники, которые удачно справились с экзаменом, имеют право на льготное поступление на биологические направления. Биология, экология, почвоведение, школа биомедицины. И поступают, сейчас, ну вот такая примерно статистика, у нас на четырех курсах, которые учатся сейчас биофак, примерно 20-25 человек мамбовцев. То есть очень большие, да, то есть если даже 6 человек каждый год поступает, мы набираем около 60 студентов. То есть 6 из них это мамбовцы. 10%. А вот школьников, которые увлекаются экологией во Дворце детского творчества, их много или это все-таки небольшой процент? Ну, к сожалению, не очень большой процент. Вот, что касается меня, я, у меня два направления. Есть работа вообще с дошкольниками. Это детки 4-5 лет, которые ходят ко мне в школу юного эколога. Ходят вместе с мамами. Они познают мир, им это, наверное, очень интересно. Да, и вместе с мамой. Это детская, родительская, экологоэстетическая группа. То есть мы делаем упор на то, чтобы увидеть, какая красивая природа, какие красивые все живые существа, уникальные, и каждый из них живет в своем доме, и никого не надо обижать. То есть мы приходим, если куда-то, к живым существам, в море, в лес, мы приходим к ним в гости. И надо вести себя там, как в гостях. И вот это мы обговариваем с маленькими детками, с их родителями. И на следующий день, через неделю, занятия раз в неделю, они приходят, уже какие-то наблюдения свои приносят. Что-то они видели, что-то сфотографировали. Какой-то листочек принесли, а потому что он упал, мы его не рвали. То есть уже идет формирование сознания. И чем раньше оно начинает формироваться, тем уже устойчивее будет формирование отношения у ребенка к окружающему миру, и тогда он не сможет ему навредить. Вот в этом главную задачу экологического образования я вижу, чтобы дети понимали, что не надо вредить. Почему? Потому что любой вред, который мы нанесем окружающему миру, он бумерангом потом скажется и на нас, людях. Потому что все в природе взаимосвязано. А какие мероприятия грядут в ближайшее время, в которых смогут принять участие подростки, школьники? Мероприятия такие. Я продолжаю о нашей тропе. То есть она будет несколькими этапами все-таки возводиться. Наш сквер будет изменяться. Хотелось бы сказать большое спасибо ребятам, которые приняли участие уже в создании этой экотропы. И родителям также. Еще нашим партнерам из ботанического сада, консультанты. Они собираются к нам подъехать и провести оценку наших этих деревьев и кустарников. Определить, помочь. Определить, помочь, да. Правильно. И мы собираемся это все на стендах, на тренажерах пронумеровать, чтобы ребенок мог сам себя как бы уже экзаменовать, самообразовываться. Что касается, какие ближайшие мероприятия, это Ульяна может сказать о мероприятии, которые мы в ближайшую неделю проведем. И Галина Михайловна тоже готовит очень глобальное мероприятие. Называется фестиваль экологического мультфильма. Чуть позже она о нем скажет. 29 апреля в субботу Малая академия морской биологии приглашает всех желающих на биоквест 2017. То есть это большая станционная командная игра, в которой могут принимать участники либо семьи с детьми, достаточно уметь читать и считать, как я обычно говорю, либо это может быть команда до 8 человек из класса, из школы, либо можно собрать друзей со двора прийти. Ну, собственно, часть квеста и весь квест в целом посвящен году экологии. Рассекречивать основную тематику не буду, но могу сказать, что это расследование детективное, пресечение экологической катастрофы в одном некоем НИИ. Но какую-то научную базу обязательно иметь? Не обязательно совершенно. Ну, хотя, конечно, было бы неплохо. Да, то есть если какие-то базовые знания по биологии есть, пригодятся. Вот таким образом мы показываем, какие есть специальности, какие есть проблемы, как с этим можно бороться и как это можно решать и насколько это все масштабно. Ну, вообще предполагается, что у нас 12 станций. Ну, то есть у нас… А территориально где это будет? Это Дворец Пионеров, это территория Дворца Пионеров и вокруг него… Владивостокский городской Дворец Детского Творчества. Цедорет Эр. Для всех, кто помнит. Детский Дворец Пионеров, да, кто помнит. Владивостокский Дворец Детского Творчества, конечно. То есть территория внутри, вокруг, у нас будут агенты, которые будут стоять и показывать. Ну, конечно, в 17 часов лучше уже не приходить, потому что мы уже будем все сворачивать. А вот в целом на прохождение квеста обычно люди тратят 2 часа. А начинается он? В 10 утра мы начнем. То есть у нас площадки все откроются. И можно приходить в разное время или лучше подойти? Ну, чтобы не создавать толкучку и никого не затоптать, да, уже зарегистрировавшиеся команды, конечно, приходят в 10, то есть там открыта регистрация, можно зайти на страничку Малой Академии ВКонтакте, там висят все контактные данные. В общем, информацию можно найти. Да, все это открыто, везде есть. Но, то есть можно прийти и в 10, и в 11, и в 12, и в час, и в два. Но вот после трех уже это немножко не имеет смысла, потому что просто вы не успеете пройти квест. А кинофестиваль, можно о нем поподробнее? Ну, кинофестиваль, это очень громко сказано. Это первая тоже проба пера. И будет он называться «Фестиваль экологических анимационных фильмов студии «Ручеек». То есть это своеобразное подведение четырехлетней работы студии «Ручеек». И как раз вот четыре года назад была студия создана, четыре года в год экологии. Поскольку я немножко расскажу о студии, как я ее задумывала. Изначально я работала с детьми начальной школы по программам, которые называются «Игровая экология». И разработаны они в городе Обнинске. Прекрасные программы, которые основаны на игровом познании окружающего мира. И очень многие темы я не рассказывала ребятам, а показывала им сказку. Или они тут же по ролям разыгрывали какой-то спектакль, и мы обсуждали. Включались в процесс полностью. Да, в процесс полностью. Было много игр, моделей, игр имитационных, где мы были, допустим, капельками воды, и путешествовали, познавали, что такое глобальный круговорот воды. Это не просто вода испарилась, упала. А возраст уточните? Возраст начальной школы. С 1 по 4 класса. Просто я подумала сразу о подростках, думаю, как они капелькой воды захотели быть. Ну, подростков тоже можно мотивировать на эту игру. И когда случилось так, что у меня, ну, я вынуждена была немножечко перепрофилировать свою деятельность, вот, и подумала о том, что создавать студию анимационных фильмов, и подумала, что вот эти сказки, которые я показываю на пальцах, на руках, можно было бы из них руками детей сделать мультфильм, перекладной, рисованный. Вот. И в конце года, в мае месяце, я объявила с заведующей отделом, что хочу новый кружок. Она говорит, в конце года вы детей не наберете. Ну, обычно это, да. Ну, я опустилась на такой эксперимент, пришла одна девочка, мы с ней сделали первый фильм, который назывался «Обед осьминога», который затрагивает пищевые цепи в море. Вот. И с этого началась наша студия. Ну, конечно, мы сделали много фильмов, которые действительно анимируют сказки. Например, сказка Дмитриева, Юрия Дмитриева «Что такое лес?». То есть снимать вам что-то не нужно? То есть фильм не в его привычном формате? Мы делаем перекладные мультфильмы. То есть мы рисуем героя, вот у нас есть сцена, здесь герой у нас лежит. Мы его сфотографировали, передвинулись, сфотографировали, передвинулись, сфотографировали и так далее. Делаем массу. Очень тщательная, тщательная. Очень трудная работа. Потом, как дети говорят, складываем программу «Вегас». Да. Детей много приходит в студию, но не все остаются, потому что нужна усидчивость, нужна скрупулезность, нужно внимание, сосредоточенность и продуманность. И вот это все тонкие очень действия. А потом еще работа в компьютере, вот заводить звук, записывать звук. Это тоже очень сложно, поскольку у нас нет студии звукозаписи. То есть вроде тема экологическая, но в то же время люди, детки в данном случае, много чего другого, всякого полезного. И технические навыки освоить. Действительно. Вот поскольку мы дополнительное образование, то есть мы идем за интересами детей. Детям стало интересно делать мультфильмы. Дети интересуются природой. Я попыталась все это соединить в одной программе, чтобы мы делали мультфильмы, создавая природу. И вот подводя итоги деятельности нашей студии, 20 мая мы приглашаем всех жителей Владивостока, кто сможет, в три часа на наш фестиваль экологических анимационных фильмов в студии «Ручеек». Там будут очень разные фильмы, и будет показано порядка 30 фильмов. Продолжительностью от 30 секунд до 5 минут. Как попасть на наш фестиваль? Вот можно записаться по телефону 2-735-668 или зайти на сайт. Там будет уже на днях размещен анонс этого мероприятия. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что людей будет намного больше, которые заинтересуются темой экологии, и все-таки возьмут тот самый мусорный пакет и будут способны очистить мир вокруг себя. Я желаю вам удачи. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Время говорить». Меня зовут Валерия Белоус. Увидимся на восьмом.